МОСКОВСКАЯ ПЛАНЕТАРИЯ Проекционным экраном звездного зала является огромный купол диаметром 25 метров и площадью в тысячи квадратных метров. Самый большой в Европе купол изготовлен и собран так, что воспринимается как единый экран. В центре большого звездного зала установлен самый совершенный оптоволоконный проектор звездного неба — Универсариум М9. Весит это чудо техники почти полторы тысячи килограмм. На его поверхности 32 объектива, которые проецируют на купол более 9 тысяч звезд. В реальности такое звездное небо можно увидеть только в хорошую погоду, да и то высоко в горах. Но самое главное — это не картинка, а содержание. Универсариум М9 позволяет нам путешествовать не только в пространстве, но и во времени. Знаете ли вы, каким было звездное небо в день вашего рождения? А каким оно будет через сто или через тысячу лет? На эти вопросы Универсариум может ответить живой картинкой всего за несколько минут. Диапазон дат впечатляет — 10 тысяч лет. Кроме Универсариума, в Большом Звездном Зале расположено несколько видеопроекционных систем — полнокупольная, панорамная и стереосистема. Сочетание оптиковолоконного и проекционного оборудования такого уровня представляет собой мощную интеллектуальную систему. Конфигурация оборудования, реализованная в Большом Звездном Зале, не имеет аналогов в России и находится в первой пятерке полнокупольных систем, установленных в мире. Именно эта часть оборудования современного планетария позволяет нам ощутить неповторимый эффект погружения в космос во время головокружительного путешествия по Вселенной. Чтобы не отбрасывать тени от лучей видеопроекторов, во время работы полнокупольной системы универсариум опускается ниже горизонта купола. Для этого используется специальный лифт, ход которого составляет более двух метров. Для удобства зрителей в Большом Звездном Зале установлены специальные кресла с откидывающимися спинками. Конструкция кресел позволяет с максимальным комфортом просматривать полнокупольные программы планетария. Программа Большого Звездного Зала состоит из двух частей. Главное из них — знакомство с космосом под небом планетария в полной мере раскрывает возможности волшебного звездного проектора «Универсариум». Солнце медленно уходит за горизонт и опускается ночь. Одна за одной загораются звезды. Появляется наша вечная спутница Луна, планеты Солнечной системы. Зажигается Млечный Путь. На небесном своде отчётливо проступают знакомые очертания созвездий. Пристегните ремни. Мы летим. Мы приближаемся к самой окраине Вселенной. И снова возвращаемся на Землю, чтобы увидеть полное солнечное затмение 2126 года в Москве. А теперь, внимание, только здесь и сейчас. Любой сферверком звёздного дождя мы можем загадать своё самое заветное желание. Во второй части программы Большого Звёздного Зала мы увидим один из научно-познавательных фильмов, созданных специально для демонстрации на куполе планетария. Например, фильм «Два стёклушка. Удивительный телескоп» познакомит нас с историей телескопа. 400 лет назад, закрепив два маленьких кусочка стекла в трубке и получив подзорную трубу, итальянец Галилея Галилей в ясный январский вечер 1610 года направил её на Юпитер, став первым человеком, направившим телескоп на небо. С помощью этого астрономического прибора были совершены самые выдающиеся открытия прошлого. Совершаются они и сегодня. Как много интересного можно узнать, глядя в телескоп? Самый простой и самый эффективный научный прибор, распахнувший перед человечеством дверь во Вселенную. Можно не только разглядеть детали, но и увидеть настоящие краски небесных объектов, измерить температуру звёзд и узнать, какие химические элементы находятся в их верхних слоях. В начале 20 века при помощи телескопа астроном Эдвин Хаббл смог выяснить, что наша Вселенная расширяется. Удивительно! Устремив два стёклышка в небо, человечество направилось в самое грандиозное в истории путешествие по пути исследования и познания Вселенной. В фильме мы познакомимся с различными типами современных оптических телескопов, как наземными, так и космическими. Присоединяйтесь к увлекательным наблюдениям на крупнейших телескопах мира, и вы сможете заглянуть в далёкие глубины Вселенной, увидеть её прошлое, понять настоящее и приоткрыть завесу будущего. В репертуаре московского планетария представлены только самые лучшие мировые программы. Одна из них — «Невероятное путешествие к звёздам» позволит нам открыть для себя новое восприятие космоса, а другая космическое столкновение приоткроет завесу тайны происхождения Луны и расскажет о возможности столкновения нашей галактики Млечный Путь с ближайшей галактикой Андромеды. Фильм «Чёрные дыры. Обратная сторона Вселенной» позволит нам совершить виртуальное путешествие в центр Млечного Пути и откроет все тайны в области исследования чёрных дыр. А вот программа «Звёзды о любви» настроит на лирический и даже философский лад. Любовь и верность, коварство и измена оказывается на небосводе, как и в жизни, кипят нешуточные страсти. Субтитры подогнал «Симон»